Мама двоих детей Наталья Пожидаева пришла на встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном не одна. Множество семей, проживающих в Октябрьском районе, оказались в непростой ситуации. После ремонта здания в поликлинике оставили только специалистов узкого профиля, а педиатров перенестили в другое отделение. Возить туда детей неудобно, отметили родители маленьких пациентов, и попросили вернуть врачей обратно. Добираться туда очень тяжело. Народу много, сейчас идет пандемия, и очень опасно возить ребенка. Ну, маленький, заразиться, ему ни маску не оденешь. Мы хотим, чтобы нам сюда вернули наших педиатров, потому что к педиатру обращаемся мы, по крайней мере, за год, раз 6-7. А к узкому специалисту мы можем за год сходить всего лишь раз, а может быть и не разу. Армен Бинян пообещал, что руководство детской больницы предпримет все необходимые действия, чтобы воссоздать предыдущую модель работы, когда в одном здании были сосредоточены все нужные детям специалисты. Причем половину коллектива врачей переведут обратно в ближайшие две недели. Была продемонстрирована забота о жителях. Мы пошли навстречу их пожеланиям. Приведем определенную реорганизацию. Постараемся так, чтобы и участковая сеть была сохранена, и выстроим график узких специалистов. Принцип человекоцентричности, когда главная цель человека и его проблемы, здесь должен быть как нигде реализуем, поскольку мы говорим именно о системе здравоохранения, не просто о здравоохранении, а о детях. И, конечно, самим родителям лучше знать и понятнее, виднее, как им удобнее. Прежняя модель работы детской поликлиники на революционной 89, когда кроме узких специалистов, пациентов будут принимать и педиатры возобновиться в полном объеме до ноября. А в конце сентября к работе приступят уже четверо участковых врачей. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.